Шмыгаль заявил, что Украина полностью перешла на импорт бензина из Европы. С начала войны завезли уже тысячу тонн. Ранее бензин в страну поставляла в основном Беларусь. После начала войны цены резко возросли – до 47 гривен за литр 95-го бензина. Сейчас, говорит Шмыгаль, после отмены акциза и снижения НДС, заправки снизили цену на 5 гривен за литр бензина или дизеля. Железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет. Об этом заявил глава правления Украинской железной дороги Александр Камышин. Борис Джонсон. Украина испугала Путина демократией. Дословно. Конечно же, Путин не верил, что Украина в обозримом будущем станет членом НАТО. Он прекрасно знал, что никакие боеголовки на украинской земле размещать не будут. Да и в ту мифическую чушь, которую он написал про историю русского народа, он тоже не верит. Я не думаю, что дело в этом. Я думаю, что он боится Украину по совершенно другой причине. Он боится потому, что в Украине есть свободная пресса. В Украине есть свободные выборы. И с каждым годом, когда Украина становилась все ближе, хоть и не без ошибок, к свободе, демократии и открытым рынкам, он боялся украинского примера все сильнее. И он боялся, что это неизбежно случится с ним, потому что в путинской России тебя сажают на 15 лет в тюрьму за то, что ты называешь вторжение вторжением. А если ты хочешь побороться с Путиным на выборах, тебя или отравят, или застрелят, сказал британский премьер. 86% россиян поддерживают потенциальное нападение на ЕС. Польша, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Словакия. Об этом свидетельствует опрос от Active Group. Хотят ли русские войны? Ни одна страна мира не убила столько русскоязычных, сколько убила РФ на войне в Украине. Эти малыши из детского дома Сома. 13 дней они ночевали в подвале, иногда во время воздушной тревоги сидели в укрытии. Воспитатели детского дома за 11 минут умудрялись спустить в укрытие 70 детей. Но когда там стало опасно, малышей перевезли в детскую областную больницу, атаковали и ее. Когда на младенцев посыпалось стекло, решили бежать дальше, в Смелу, Черкасская область. Сегодня ночью во Львов, а потом поедут еще дальше. Такие вот скитания приходится переживать этим и так обделенным родительской любовью к Рохам. Источник – журналистка Наталка Волосацкая. Системы ПВО от США будут в Украине в ближайшие дни. Данилов. А на следующей неделе не исключено, что Байден во время своего визита в Европу встретится с Зеленским. Возможно, в Болгарии, но точной информации по этому вопросу нет. 400 винтовок Украине передаст для терробороны американская компания Caltech. Компания готовит первую партию огнестрельного оружия, которое вскоре будет доставлено в страну. Еще одна компания, которая входит в состав большой четверки нефтесервисных предприятий, останавливает работу на России – Бейкер Хаджес, уже третий гигант, который принял решение окончательно покинуть российский рынок. Связанные с Россией активы почти на 3 миллиарда долларов обнаружены в международных банках и трастовых компаниях Багамских островов, сообщает Центробанк островного государства. У них минус, у нас, нам плюс. Ищем дальше. Соединенные Штаты Америки предложили Турции передать Украине ракетный комплекс российского производства. Речь о системе ПВО С-400. Австралия ввела запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов на Россию. Одновременно заявила об отправке в Украину 75 тысяч тонн угля. Блумберг. Торговые отношения России и КНР значительно осложнились из-за вторжения в Украину. По данным агентства, после начала войны китайские покупатели и кредиторы начали избегать поставок угля, СПГ, а также сырой нефти из РФ. Это отражает обеспокоенность китайских компаний тем, что они могут попасть в ловушку санкций, считает Блумберг. Для любой китайской фирмы, имеющей значительные операции за границей, постоянный доступ к финансовой системе Соединенных Штатов более ценен, чем любые сделки с Россией, цитирует агентство отчет консалтинговой компании Capital Economics. Кто бы сомневался, совершенно очевидно, что боязнь американских санкций для китайского бизнеса окажется гораздо сильнее, чем гипотетическое желание китайского руководства усидеть на двух стульях. Поражение колонн обеспечения противника. Российские войска страдают от дефицита горючего и других видов обеспечения. Поражение колонн, перевозящих топливо, боеприпас, еду или воду, делает небоеспособными боевые подразделения врага. Помните, техника логистического обеспечения не имеет бронированной защиты. Слабое место такой техники – колеса. Пробивайте шины шипами или с помощью стрелкового оружия. Техника не предназначена для боевых действий и может быть легко поражена с помощью стрелкового оружия. Армия Путина теряет жизнь и ресурсы. Бывший главарь ДНР Гиркин признал провал военных планов Кремля. Бывший вожак боевиков ДНР и военный преступник Игорь Гиркин с грустью признал, что Россия не способна воевать до победного конца и в Кремле от подобных планов отказались. За три недели российская армия не смогла подчинить себе ни одного крупного населенного пункта, а лишь продолжает тратить боеприпасы и время. ЗСУ, несмотря на постоянные потери, вскоре получат десятки тысяч мобилизованных, а в течение нескольких месяцев их количество достигнет двух-трех сотен тысяч. Оружие им дадут западные партнеры в любом количестве, включая самое современное. И это украинцы еще только разминаются, с горечью констатирует бандит. Пишут, что все кадыровцы вернулись в Чечню. Во время пребывания в Украине формирование потеряли сотни военных, и 13 марта вернулись в Грозный, сообщили в контрразведке СБУ. Это им не в ТикТок размахивать ножами и ноздри на камеру раздувать. Советую вам посмотреть соотношение потерь в советско-финской войне 1941-1944 годы. Россия всегда воевала мясом. В любой войне превосходство этой аравы в количестве. Воевать и думать они физически не способны. Результаты блокады. На польско-белорусской границе очереди грузовиков достигает уже 22 километров. Люфтганза и КЛМ не пускают россиян на рейсы из Стамбула с транзитом в Европе. Пассажиры, которые вылетают из Стамбула с пересадкой в городах Европы, сообщают о массовых отказах в посадке на борт. Германия была глупой, позволив себе стать зависимой от России примерно в половине своих поставок газа. Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек. Для украинских автомобильных перевозчиков, доставляющих гуманитарную помощь и военные грузы, ряд европейских стран установили свободный проезд, без оформления каких бы то ни было разрешительных документов. Мало того, в Европе создана антироссийская транспортная коалиция. Польша, Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Германия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Молдова, Чехия и Турция согласовали безразрешительный проезд для гуманитарных грузов Украины. Кроме того, ряд стран ЕС освободил украинских перевозчиков от уплаты за пользование дорогами. Одна только Польша в период со 2 по 13 марта получила 3178 заявок на безразрешительный проезд за гуманитарной помощью. Также для доставки гуманитарки в Украину, в Польше, Италии, Венгрии, Словакии и Румынии были созданы логистические хабы, которые позволяют оперативно и бесперебойно доставлять грузы наиболее пострадавшие регионы Украины. Только по основному хабу в Польшу отправляется 30-50 транспортных средств в сутки. Справедливо требуя от Запада закрытия неба, истребителей и более уверенной военной помощи в отражении российского вторжения, украинцы должны понимать, что без поддержки Запада наше положение было бы несоизмеримо хуже. И дело не только в средствах противовоздушной обороны, противотанковых комплексах и прочем вооружении, но и в экономической поддержке. Благодаря помощи Запада в украинских городах, куда не дошли захватчики, сейчас работают банки, магазины и автозаправки, коммунальный транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство, а украинцы получают зарплаты, пенсии и социальные выплаты. Болгария в конце 2022 года намерена разорвать контракт с Газпромом. В ООН подтвердили, что на территории Украины нет лабораторий, где производят биологическое оружие. Чешский зоопарк назвал родившегося носорога Киевом. Так руководство выразило свою поддержку украинским героям. Киев так Киев! Забодает русского облезлого медведя. Экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес не удивлен тем, как хорошо воюют украинские военные. Однако состоятельность армии России он переоценил. Он отметил, что украинские солдаты и командиры проделали очень хорошую работу с теми ресурсами, которые они имели. Чем я не удивлен, так это тем, как силен украинский народ. Но я был удивлен российскими войсками. Я переоценил их состоятельность. По мнению генерала, то, как проявили себя российские вооруженные силы, показывает последствия десятилетия коррупции. Внутри Минобороны России, в оборонной промышленности, в военных подразделениях. Со всеми теми деньгами, которые они тратили на модернизацию, они должны были показать себя лучше. Но очевидно, в реальности все это осталось на бумаге. Цитата. В настоящее время мир увидел доказательства того, что россияне и учения не проводили так, как надо. Потому что они не могут нормально интегрировать свои вооруженные силы. Они не тренированы нормально, заявил Бен Ходжес. Белорусская армия начинает использовать специфические тактические знаки. Не преуспевая в открытом бою, оккупанты продолжают террор местного населения. С помощью пропагандистских сюжетов противник пытается сформировать картинку лояльного отношения местного населения к оккупационным властям. В населенных пунктах на Черниговщине российские захватчики пытались раздавать гуманитарную помощь. Местные жители даже под давлением из рук неприятеля ничего не взяли. Подобные мероприятия враг пытается проводить и в Киевской и Херсонской областях. Калина, заместитель командира полка Азов, о ситуации в Мариуполе. За последнее время безвозвратные потери российских варваров достигли до 50 человек пехоты. Двух танков, двух БТР, один МТЛБ и один БТР они оставили на поле боя. Также были уничтожены несколько грузовых автомобилей. Сухопутная составляющая вражеской орды несет большие потери. Эти дикари раздают белые повязки гражданским людям, тем самым усложняя работу нашим военным. Но поверьте, орки, что мы разбираемся, где вы, а где гражданские. Мы готовы пойти в контрнаступление. До освобождения юга всего один шаг. Это деблокада Мариуполя и решительные действия настоящих мужчин. Командование вооруженных сил сообщает, что российская авиация существенно снизила свое присутствие в украинском небе. За сутки украинское ПВО сбило три вертолета российских оккупантов. Нацгвардиец рассказал, как в Харькове задерживали российского летчика сбитого самолета Максима Криштопа. Мы увидели световые ракеты, пилот подавал сигнал, чтобы его эвакуировали. В два ночи мы его отыскали и задержали. Он был в их камуфляже, но пытался представляться местным, которому негде жить. Нашел где-то в заброшенных домах топор. Был без огнестрельного оружия, но с гранатами, причем усики были отогнуты. То есть намеревался защищаться, но был пойман, был допрошен. В тот день сбросил 8 бомб на Харьков, понимал, куда бросает. Он заместитель командира части, то есть все прекрасно понимал, рассказал военнослужащий НГУ Койот. Оборонители Харькова ежедневно вступают в огневой контакт с российскими оккупантами, отбрасывают вражескую пехоту и технику на расстояние, позволяющие адекватно реагировать на все менее активные попытки прорыва, а также эффективно работают по ней артиллерией. «Наступление противника остановлено практически на всех направлениях», заявил спикер МОУ Украины Александр Мотузянек. «Российские оккупационные войска отступают от Николаева», сообщает глава ОГА Виталий Ким. В то же время враг продолжает обстреливать жилые кварталы из реактивной артиллерии и реактивными снарядами, делает это с расстояния 50-70 километров. ЗСУ за сутки отразили 10 атак врага, уничтожили более 100 рашистов, 10 БДМ, 10 грузовиков, 8 танков, 7 БМП-2, 2 МТЛБ, 1 БТР. Захвачен комплекс РЭП РТУТЬ БМ армии РФ. Этот комплекс предназначен для того, чтобы подавить работу радиоподрывателей, а также может ставить помехи в УКВ диапазоне радиоволн. Первая подопытная партия таких машин из 10 единиц была передана армии РФ в 2014 году, после чего был заказ еще на 20 единиц. Общее количество комплексов РТУТЬ БМ в армии РФ, скорее всего, составляет всего несколько десятков. Стоимость машины от 70 миллионов рублей в 2013 году. Генштаб, отдельные подразделения морской пехоты РФ в оккупированном Крыму потеряли до 90% личного состава. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова